Сначала я хотел узнать о масштабе проблемы. Сколько вообще есть обращений в данный момент в польскую палату и клавку, чтобы понимать, сколько это нужно? Надо задавать время те выпуклые заявители, которые обращались, их 9. Спасибо. С учетом того, что здесь присутствует достаточно много коллег, которые, наверное, недостаточно хорошо владеют ситуацией, которая у нас случилась в 19 сентября. Я бы вас коротко видел сначала в курс дела, для того, чтобы было понятно масштабы проблемы. Ну, во-первых, это самое большое наводнение на территории одного субъекта федерации за последние все десятилетия. Я бы сказал, за последние 30 лет. Я сейчас до одного человека не буду называть цифры, но было признано пострадавшими около 48 тысяч человек. И было признано, что необходимо выделить новое живье, я сейчас говорю без капитального ремонта, порядка 19 тысяч человек. И для того, чтобы вам было понятно, насколько Иркутская область справилась с этой проблемой, за три месяца после второго наводнения были обеспечены жильем более 12 тысяч человек. Таких результатов в Российской Федерации нет. Во-первых, масштабы все меньше и результаты, значит, такие, которые показала Иркутская область. Следующие, которые, естественно, вопросы, которые мы откладывали на деятельность униципалитетов, это восстановление жизнеспособности. Два наводнения, которые были через месяц, одно после второго, нарушили все системы жизнеобеспечения, которые были восстановлены в течение трех-четырех суток. Я имею в виду энергоснабжение, полоснабжение, техническое, да, поначалу, потому что, значит, эту воду нельзя было бить, потому что она была, так сказать, достаточно много взвесивного и так далее. Значит, я бы хотел сказать, что, значит, возникло достаточно большое количество проблем, учитывая температурный фактор, большая влажность и, значит, высокая температура для нас все эти месячные летние дни, порядка 30 градусов. Вы понимаете, насколько это благоприятная среда для того, чтобы, значит, размножались разного вода, бактерии и так далее. Было сделано свыше 70 тысяч прививок, приятелей здравоохранения. Значит, вопросы, которые необходимо было решать всем, кто там находился с точки зрения водородов власти, они, конечно, носили достаточно масштабный характер. Я вам приведу еще один пример, ведь, вот, те вопросы, которые сейчас перешли уже через три года, после холоднений, значит, в тот период возникало намного больше вопросов для того, чтобы решить вопрос жилью. Ну, например, вы понимаете, что там около пяти тысяч долларов снесло вообще, и очень много было потерянных документов. Мы вынуждены были пригласить коллегию областного суда, они за два месяца провели восемь тысяч заседаний, работали круглосуточно, для того, чтобы людям возобновить документы, кое-какие, значит, по свидетельским показаниям и так далее. По восьми тысячам решений областного суда были приняты решения по выделению жилья. Значит, причины были разные. Иногда людей вообще не было в жилье, где-то уезжали на заработки, где-то, значит, учились. Но, тем не менее, все, кто обратились за август и сентябрь месяц, поручили, получились судебные решения. Почти в его способу читать, но, скорее, уже потом читать, как я знаю, коллеги. Ну, и, как вы понимаете, много проблем было, которые приходилось решать здесь уже на ходу. Ну, например, около 500 сантиметров, которые в Тууу не оказалось, что он не осуществляет место на заработку. Мы понимаем, насколько сложная ситуация для того, чтобы разносить это все. Проблемы там с затопленной скотер-могильнике. Это крайне сложная проблема, с которой мы дома справились в течение этого мета-19-го года. Поэтому, если говорить сейчас о таком количестве людей, семей, которые сегодня рассматриваются на таком высоком уровне, я думаю, что, в принципе, эта задача решаема. Хотя, конечно, в прошедшие трех лет определить, в результате чего пострадали эти дома. Либо это, значит, прямое влияние наводнения, либо уровень грунтовых вод поднимался тоже в течение там какого-то периода разрушал основание фундамента и так далее. Но, тем не менее, я думаю, что, не зря спросив количество, небольшое, по ним можно было тщательно это сделать и выйти на какие угодно решения. Повидевство в области, судебные решения, это уже не настолько принципиально. То есть, задача осталась, вообще говоря, небольшая. Ну, и я бы хотел воспользоваться вот этим, значит, сегодняшним заседанием, уважаемых общественных палат, для того, чтобы, значит, мы с вами осознали проблему, что наводнения не бывают. Бывают, это стихия, они, а не денежки. Хотя, вот, значит, по этому наводнению все ученые, которые привлекались для того, чтобы выявить причины, было признано, что такое наводнение один раз в тысячу лет. То есть, вы понимаете, насколько это экстремальная ситуация. По крайней мере, с 1831 года существует статистика такого уровня наводнения, 15 метров, там, в низовьях реки Киви и Недово. И я должен сказать, что, к сожалению, у нас в стране разрушена система освежения, синоптиков. Я думаю, что мы там, в общественной палате, нужно сказать, я уже в разном качестве много раз эту тему понимал. Вот, формально, если официально говорить, есть Министерство по чрезвычайным ситуациям, оно обязано противопреждать разного рода аварийных, так сказать, в делах, а органы власти обязаны принимать решения. Я летал над главным руслом реки Игорьда, вверху Евсален, и вы бы видели, так сказать, насколько широкая река, полоса воды была. Примерно 5 километров влево и вправо от, так сказать, русла реки. 10 километров в ширину, несмотря ни на какие дожди, такого объема воды резко возникнуть не может. Значит, за этим нужно были следить службы, которые призваны это все делать, и вовремя предупредить. Если такой возможности сегодня нет, аппаратные возможности, возможности, в последствии, из-за сокращения этой службы, потому что, ну, я вам скажу, что от луна туда наверх, значит, один только сенок на самом руку находится, который берет линейкой, значит, уровень воды там на вершине царя. От этого ничего, так сказать, исследовать и спрогнозировать невозможно. Поэтому эту службу надо восстанавливать. Если бы она сработала перед пределами министерства по чрезвычайным ситуациям, то я уверен, что жертвы были бы меньше. И там, значит, получилось, что свыше 20 человек. И еще один момент, который, в котором мы сегодня находимся. Находимся в ситуации, когда даже построенное жилье или отремонтированное жилье, как вот написано здесь в правке, по большому счету не сильно кому-то нужно. Там нет рабочих мест. И получается замкнутый круг по этой территории. Люди уехали, рабочие места не нужны, потому что люди разъехались, они не создаются. Раз нет экономики и нет людей, не нужна социальная сфера. И вот этот круг, к сожалению, замыкается, его нужно разрывать. Разрывать очень просто. Ну, относительно просто, я бы сказал. Значит, необходимо начинать с рабочих мест. У нас была договоренность с рядом крупных компаний, начиная с железной дороги и многих других. Они создают места рабочие. А что касается местных и региональных флотов в городах власти, они подтягивают и жилье, и, значит, социальную сеть. Мы столкнулись с тем, что, например, в Турне, ну, в 40-тысячном видеоролеторах, там около 5-ти тысяч человек, молодых, здоровых, трудоспособных людей, работало за районный город. Значит, если не будет в Турне или в других местах рабочих мест, то тогда, извините, вот этот город, да и не только город, к сожалению, сам по себе приведет к ситуации еще хуже, чем, значит, во время наводнения. Поэтому я, ускоряю, пользуясь случаем, к сожалению, эта ситуация сегодня, так значит, сползает. Я даже вижу вот эти официальные заявления разных официальных лиц, а зачем там делать, значит, социальную сферу. То, чем люди же разъезжают, давайте мы будем снижаться и снижаться. Я вам вас информировал, что мы с правительством Российской Федерации по перечню, жесткому перечню тех объектов, которые нужно восстанавливать, новые строя, разные там. Вот, социальная сфера для города было 266 объектов. Осталось 116. Ну, может, не надо ничего. Я думаю, что уже такое, более строительные места, как Луну, Нижний Уминск, Нижний Уминск, Старший Уминск, вообще говоря. Вот, и, значит, хороший, красивый город. И сейчас мы из-за того, что вот это случилось, мы смотрим, как происходит умирание. В том числе и по этим причинам. Ну, возвращаясь к этой проблеме, 9 человек, или, пускай, даже несколько десятков человек, эту проблему можно и нужно разрешить. Грамотных специалистов, экспертов, которые все изучат, это сложно сделать. Мы их понимаем, потому что я сам, по-первых, строительство, профессии строительства. Но найти причину, по какой разрушению, это возможно и сегодня уже. И тогда от этого все пойдет. И сертификат, и сделает решение там, и решение своей комиссии. Спасибо. Спасибо большое.